Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск рубрики «Лёша смотрит». Только что мы вышли с показа фильма «Мама» Даррена Ароновски. Дальше сразу вас предупреждаю, будет много спойлеров и моей интерпретации сюжета. Но дело в том, что в этом фильме, по-моему, спойлеры не особо работают, потому что он построен на таких аллюзиях, метафорах, очень странных сценах, которые сами по отдельности ничего не значат. И рассказать сюжет здесь, в принципе, ну как, можно рассказать сюжет в двух словах, но он ничего не значит. То есть, зная, чем фильм закончится, я не думаю, что это как-то вам испортит просмотр. Тем не менее, я вас предупреждаю, если вы вдруг не смотрели еще этот фильм и собираетесь идти на него, то, наверное, стоит на этом моменте видео выключить. Оно, вот это видео, которое я сейчас записываю, оно скорее для того, чтобы обсудить то, что мы с вами увидели, и как-то поспорить по поводу увиденного. Ну и скажу, что, конечно, этот фильм явно не для всех, и я затрудняюсь с ответом, понравился он мне или нет. Я точно могу сказать, что я не жалею о том, что я на него сходил, что я потратил время, но хороший или плох фильм в данном случае мне сказать сложно. Это не, там, не «Реквейн по мечте», не «Черный лебедь», предыдущий известный, там, не «Рейстлер», предыдущие известные работы Даррена Аронофски. Здесь такая тягучая, ну, я вот мне, жена говорит, что похоже на фильм «Фонтан», я не смотрел «Фонтан» Аронофский, если вам скажу, но вот «Мама» такой тягучий и наполненный символами фильма, который надо вдумчиво смотреть, и каждый его поймет по-разному. Так вот, моя интерпретация всего этого действия, ну, как? Здесь, конечно, есть множество символов, которые на это прямо указывают. Фильм – аллюзия на Библию. То, что происходит в Библии. Хавьер Бардем – это Бог. Первая половина фильма до того, как главная героиня забеременела, – это Ветхий Завет. Вторая половина – Новый Завет. Собственно, Найтан, например, вначале указывает, как один брат убивает другого, во второй половине – как сына Кавьера Бардема убивают и едят его плоть. Вопрос, как бы, вот самый главный вопрос – кто такая мать? Почему фильм называется «Мать» и, собственно, «Мама», ну, да, «Мама», ну, «Маза», «Маза». Я бы, честно говоря, перевел «Мать», но, видимо, для русскоязычного человека такой немножко с негативным оттенком, потому что там рассказательный знак стоит в конце, типа «Мать» – рассказательный знак. Могут не так понять. Так вот, главная героиня, которую играет Дженнифер Лоурен, Дженнифер Лоренс, это та самая мать, и в моем представлении это мать природы. То есть в течение всего фильма бог-отец, в исполнении Кавьера Бардема, приглашает в дом людей, а дом – это символ нашей планеты. Этот дом построила его жена, она же мать, она же Дженнифер Лоуренс, и всячески его улучшает, облагораживает. И вот эти люди, которые приходят в дом, они пользуются его благами, пользуются тем, что им природа дает, но при этом благодарят только Бога. Собственно, фильм – он такой экстремальный манифест эколога о том, что надо беречь природу, иначе все закончится так, как заканчивается в этом фильме. Другое дело, что Бог постоянно это все по кругу, типа, у него происходит, и он пытается все написать более лучшую книгу, чтобы людям объяснить, что надо делать. И вообще, конечно, фильм антихристианский, несомненно, показывая всю тупость того, что написано в Библии, как люди воспринимают Библию и насколько инфантилен Бог, описанный в Библии. То есть Хавьер Бардем играет именно того Бога, который представлен нам всем в этих книгах. То есть сначала он такой несколько суровый и не очень разбирающийся, что происходит, потом пишет новую книгу, Новый Завет, и такой же всех любит, всех вокруг, несмотря на все то, что люди делают с природой на его глазах. У меня претензия к фильму не к его художественных качествам, в принципе, досмотреть это все интересно, а в том, что Ароновский не предлагает какого-то решения этой проблемы. Да, он показывает, что, типа, берегите, мать, природу, если будете так не относиться, если будете садиться на неприкрепленной раковину, она отвалится и наступит всемирный поток. Если вы будете танцевать танцем, ну, то есть использовать все богатство домов, которые вас пригласили, то дом развалится, и сама природа очистится от вас на этой планете. Окей, это все замечательно, берегите природу, все зашибись. Но в фильме Ароновский сама природа тоже, как бы, пока вот мать, она просто создает дом и все, а ее отношение к человеку, кроме того, что убирайтесь из моего дома, никак не обозначено. Она как такой отдельный персонаж от всего этого. Есть бог, который природу любит, есть люди, которые приходят и любят этого бога ему. Там не поклоняется, поклонение не показано, а природа, она как вообще отдельно, как будто вне контекста. Не знаю, как это лучше объяснить. Ну и, конечно, символизм фильма, по-моему, слишком прямолинеен. Вот если бы это Линч снимал, например, да, или даже Тарковский, или Спягинцев, наверное, получилось бы покруче. Ароновский, мне кажется, режиссер не про символы. Ну, по моему скромному мнению. Ну, еще меня, не знаю, меня как актриса раздражает Горнц. Ну, я не могу ничего с собой поделать. Она главная героиня. Ну, не нравится она мне. Ну, я не знаю. Ее как в боевиках еще можно терпеть, как тоже эта постная мина несколько утомила. В любом случае, очень такой неоднозначный фильм. Я не очень понимаю, почему его освистали на Венецианском кинофестивале, честно говоря. Я в нем не вижу каких-то прям очень страшных сцен. Я довезу в киностатку выкинулась. За что? За очевидность. А, за очевидность? Ну, подскажешь, наверное, как раз освистали за очевидность некоторые. Ну, тоже во многих местах придется подумать. Но, да, фильм, конечно, странноватый. Странноватый. Прямо вам скажу. Но, повторю, я не пожалел. На этом все. Ваше мнение в комментариях. Жду к этому видео. Вы видели и слышали Лешу Калецкого. Смотрите интересное кино. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...